Приветствую вас. Я думаю, что нужно посмотреть правду в глаза Нины и признать тот факт, например, что дело не в том, что выбрать. Я думаю, что проблема здесь заключается не в выборе как таковом. Проблема здесь заключается немножко в другом. В том, что вы, в принципе, не хотите что-то терять. Вы, в принципе, ну вам, наверное, в принципе, кажется, что потера чего бы то ни было не приемлема для вас. И, на мой взгляд, именно в этом заключается основная ваша проблематика. Вы не желаете признать того факта, что какой бы выбор вы не сделали, вы что-то потеряете. И именно эта вот возможность что-то потерять, она, на мой взгляд, вас сильнее всего пугает, потому что отказаться от чего-то вы не готовы. А претендовать на то, чтобы иметь всё, от чего вы не готовы отказаться. Ну, судя по всему, у вас не получается тоже. Вот. И, соответственно, это одна из таких вот ключевых и болезненных моментов, на мой взгляд. Это один из ключевых и неприятных моментов, на мой взгляд, который вы пытаетесь, как бы, ну, от себя, ну, от чего вы пытаетесь себя оградить, вот. Но это не получается у вас, вот. И не получится до тех пор, пока вы не признаете, что какой бы выбор вы не сделали, вы всегда что-то потеряете. Вот. К сожалению. Я не говорю, что это 100% хорошо и здорово. Я не пытался это сказать. Я просто говорю о том, что такое вот противоречие здесь, оно, на мой взгляд, существует и существует довольно, ну, ощутимо для вас. Вот. Вот. То есть, как бы, ну, проблематика. Надеюсь, вам более-менее ясна стала. Вот. А остальное? Сейчас, когда вы, я надеюсь, лучше понимаете, с чем имеете дело. Вот. Таким образом, можно сказать, что правильного выбора нет, то его, в принципе, быть не может, правильного выбора. И что, какой бы выбор вы не сделали, вы будете, скорее всего, об этом жалеть, вы будете, скорее всего, ну, как бы думать, что, ну, что можно было поступить по-другому, что можно было сделать иначе, вот, что, ну, можно было как-то поступить так, чтобы вам было хорошо, чтобы вы ничего не потеряли. Вот. Вот. Ну, это иллюзия, это сделать не важно. И вот, когда вы, когда есть, вы признаете, что потеря. Неизбежно. Вот. А вот тогда ситуация, ну, нормализуется и будет гораздо лучше для вас, чем сейчас. Сейчас. Вот. Примерно так я мог бы ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я только надеюсь, что вам это было полезно. Я только надеюсь, что для себя вы что-то новое из этого извлечете и сможете, как бы, использовать в своей повседневной жизни. Вот. Дальше. Вы выбираете между любовью и комфортом. А? Вот. Ну, как бы, это вопрос того, что вам ценнее. Это вопрос того, что вам ближе, наверное. Вот. Если, конечно, вы понимаете, что я имею в виду, да? То есть, вам необходимо выбрать то, что, то, что вам само кажется, ну, более, как бы, но, поэтому... Более... Больно, более... in... гным... أ... Т... Как вы вот... Йаршим... По... ощущениям отвечает вашим ценностям, то если такой выбор не сделать, да, при условии, что вы не будете бояться, там, сделать выбор неправильный, там, неверный, есть такая, вот, то вы сможете сами спокойно выбрать и сами отвечать за свои действия, за свои решения, какими бы они не были, вот, то есть не особо важно, да, какие, ну, не особо важно, не особо важно, какой выбор вы сделаете, не особо важно, какое решение вы примете, важнее гораздо за последствия этого, и ваше внутреннее согласие с ним, с ними, вот, ну, ваше внутреннее согласие с этими последствиями, если это есть, то все в порядке, а если этого нет, то большая проблема, вот, я думаю, я думаю, что где-то в глубине души вы знаете, что вам важно, вы знаете, чему, чему отдать предпочтение, вот, и все, что вам нужно, это просто признать, признать это, признать вот этот факт, признать, что вы уже сделали выбор, просто отказывайтесь, отказывайтесь его признать, пока что, вот, и все, вот, я думаю, примерно, такой ответ можно вам дать, я думаю, что примерно, такой ответ можно вам предоставить, эм, если вы хотите перебросить на нас ответственность за предприятие решения, то я боюсь, вы потерпите неудачу, потому что, эээ, мы не можем принимать решения за вас, это было бы неправильно, это было бы неэтично, это было бы нехорошо, вот, поэтому, как бы сложно вам не казалось, эээ, ну, решение нужно принять вам, и, эээ, согласиться с теми потерями, которые сто процентов у вас будут, эээ, когда вы сделаете свой выбор, просто потому что это нормально, вот, я думаю, что примерно, эээ, такой ответ я мог бы, смог бы вам дать с точки зрения, с точки зрения психотерапии, я надеюсь только, что вам это действительно будет полезно, я надеюсь только, что вам действительно это будет, эээ, ну, как бы, интересно, эээ, вот, и я надеюсь, что вам это, ну, что вы действительно сможете, эээ, решить какую-то свою проблему, эээ, таким образом, ну, через, 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 эээ, мои мысли, какие-то, да, через мою, эээ, точку зрения, такая профессиональная, вот, а пока что, ну, вы просто выглядите, эээ, в какой-то степени жертвой, эээ, в этой ситуации, эээ, вот, вы выглядите, эээ, таким человеком, который, эээ, не может, а, принять, эээ, решение, эээ, вот, боится, в какой-то степени принимать решение, и если вам эта позиция в глубине души удобная, то сами вы от нее не откажетесь, от этой позиции, потому что она вам удобна, она вам удобна, вот, и вы будете всячески сопротивляться тому, чтобы что-то изменит в себе. Такие вот дела. Я надеюсь, конечно, конечно, что я не прав, я надеюсь, что я ошибаюсь, но, эээ, практика показывает именно такие, такие моменты, ну, именно, именно, вот, такие, эээ, варианты развития событий, эээ, зачастую происходят. Вот. На этом, эээ, все. Я, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что, эээ, помогло вам, эээ, желаю, желаю всего самого доброго, удачи, удачи. Я надеюсь, что, эээ, ситуация разрешится, и вы сможете решить твои проблемы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.